Всем привет! Сегодня я вам покажу мои самые милые парфюмы, которые я подобрала из всей моей коллекции. Но у нас сегодня такая жара, и я, наверное, сразу сейчас освежусь вот этим парфюмом Mues Coutre Blanc из моего прошлого видео, помните? И, в принципе, позапрошлого. Потому что, вы знаете, этот парфюм, он мне даёт силу, он меня очень хорошо организовывает. Вот я сейчас его на себя нанесла, да, и всё, я знаю, что вот всё видео у меня пройдёт с лёгкостью, и мне будет приятно провести, да, вот это время в компании с вами. Смотрите, вот в этом обожаю просто вот это облачко свежести и чистоты, да, которое, и какой-то мягкости, да, которая даёт вот этот парфюм Mues Coutre Blanc. Смотрите, но он не милый. А в этом видео, да, вот у меня попали парфюмы, именно которые милые. Здесь будет, наверное, 4 парфюма из моего прошлого видео о парфюмах чистоты и ухоженности, ну да, вот такие пересечения, но ещё есть новые, да, парфюмы. Конечно же, да, милые, да, милые парфюмы, да, что это такое? Это очень легко, очень просто. Я сама для себя сделала такой ответ. Милый парфюм, это, мои дорогие, когда наносите этот парфюм, и у вас невольно появляется улыбка на лице. Какая прелесть, правда, нам всем хотелось бы просто заулыбаться беспричинно, да, это очень приятное всегда состояние. И я словила себя на мысли, пользуясь этими парфюмами, что именно нанеся какой-либо, да, из них, у меня такая улыбочка, да, начинает появляться на лице, и именно милая улыбка. Смотрите, первый парфюм из этой, да, категории таких милых парфюмов, это Стефани Дебруин Сен-Жермен Депреем. Такое парижское название, да, на самом деле это какой-то очень цветочный, даже практически цветочно-фруктовый аромат. Он просто неимоверно милый. По большому счету здесь, конечно же, персик, малина доминирует из цветочных нут жасмин с розочкой. Но, прежде всего, это как вот приятный такой непереслащенный малиново-персиковый пунш, что еще может быть милее в сочетании с приятной такой розно-жасминовой, слегка, может быть, пряной цветочностью, потому что здесь все-таки есть гвоздика, да, специя. Давайте я его сейчас еще раз обновлю. Ну, это прелесть, это просто прелестный, милый парфюм, который, когда, вы знаете, я его на себя наношу, у меня сразу настроение поднимается, сразу хочется улыбнуться. И, смотрите, так интересно у нас еще, естественно, да, вот с этим названием Сен-Жермен Депре, это округ, так назовем, да, в Париже. И, естественно, же еще такое же название Сен-Жермен Депре, опять же, Селин только, да. Вот такие два истинно французских аромата, но они очень милые на мой вкус, и вот этот парфюм из моего прошлого видео, Селин Сен-Жермен Депре, это облачко ухоженности, молодости и милости. Он, конечно же, не такой фруктовый, да, так как здесь совершенно нет никаких фруктов, вот здесь персик и малинка, а в этом Сен-Жермен Депре здесь просто петит крейн, корень ириса, который звучит очень, знаете, так, кремовым, кремовым ирисом, не пудровым, который дает очень приятное настроение вот этого балкона, да, на который вышла молодая девушка во всем светлом, как я вам рассказывала в моем прошлом видео, и до нее из сада откуда-то доносится аромат ирисов, да, много-много ирисов, такой ветерок, да, ей доносит этот аромат. Очень его люблю и всегда улыбаюсь, мои дорогие, когда я его на себя наношу, хотя, заметьте, здесь нет никаких фруктовых нот, потому что я для себя провела, да, такой анализ, сделала вывод, что именно фруктовые ноты, где-то, наверное, османтус, фиалочка, может быть, даже часто жасмин, они отвечают за вот это настроение милости в парфюмах, или то, что их делает милыми. Следующий парфюм, конечно же, это беж, это беж, это моя любовь, я не знаю, как я его раньше не обнаружила, да, для себя вот именно под этим градусом, под этим углом, я его всегда любила, да, но он никогда не был такой большой любовью, а сейчас я просто упиваюсь, да, вот этим беж, я улыбаюсь, да, когда я на себя наношу этот парфюм, у меня сразу также возникает милая улыбка, причем я иногда могу встать, да, не в очень хорошем настроении, как мы все с вами, да, мы все люди, я просто подхожу к беж, потому что я знаю, что с этим парфюмом мне будет уютно, мне с ним будет комфортно, ухоженно, я его на себя наношу, я, вы знаете, в прошествии, наверное, пяти минут я ловлю себе на мысль, а почему-то у меня такая какая-то улыбка появилась на лице, хотя настроение было не очень хорошим, ах, я думаю, понятно, это беж, да, это, это, я еще потом начинаю, потому что, естественно, он не такой сильный орущий аромат, да, он довольно-таки в какой-то комфортной зоне вашей находится, я себя ловлю на мысль, ага, это значит беж, мои дорогие, о чем он? Я вам говорила, что он такой несколько волшебный аромат, да, для меня, о волшебных, может быть, тропических цветах, франжепане, фрезе, довольно-таки такой весенне-летний аромат, аромат на мой вкус, хотя он уместен и зимой, но вот именно летом сейчас он просто, я не знаю, он меня завораживает, мои дорогие, и слегка, да, вот, есть бояр, от бояршника терпкость, и от меда, наверное, какого-то светлого меда, такая приятная нектарность появляется, он для меня немножечко даже как-то, знаете, как-то даже божественным пахнет, божественно-небесно, но я уже повторяла, не буду повторяться, и вот ловлю себя на этой мысли, что он меня приводит в это состояние улыбки. Еще такой улыбчивый, да, улыбчивый, милый аромат, это, конечно же, Рос Шири Герлин. Многие, да, когда Герлин перезапустили свои ароматы из Эллары Ла Матьер вот в этих флаконах, естественно же, сразу стали сравнивать этот парфюм с Френч Киз, и, естественно, мои дорогие, конечно же, они похожи, но в них есть отличия. Вот этот парфюм Рос Шири, он прежде всего больше о мускусности, да, вот кто не любит белый мускус, вы будьте с ним, конечно, поосторожнее, если вы знали, например, Френч Киз и думаете, что это вот такое продолжение, да, или одно и то же, ну это не совсем одно и то же, то есть это в одном направлении, это в одном направлении такого девического, кокетливого, милого аромата, но во Френч Киз нет столько мускуса, да, белого мускуса, как здесь. Что у нас с вами здесь? Конечно же, это розочка, фиалочка, гелиотроп, белый мускус и бобы тонко, и, в принципе, нигде я не находила, что не заявлено вишня, вишневость, да, но я очень отчетливо ощущаю здесь вишню, мои дорогие, вот приятный такой леденец бон-бон, бон-пари, по-моему, да, бон-пари, леденец со вкусом вишни, вот всё, да, этим всё сказано, очень игривый, милый, даже слегка кокетливый, но он при этом не переходит вот эту грань в опасные, да, в опасные связи он не уходит, он остаётся всегда таким милым, задорным, кокетливым, очень таким девическим и молодым. Моя прелесть, у меня всегда им очень легко пользоваться, и настроение очень хорошо поднимает, да, вот эти вот беш, ротшери, отличный, да, вариант. Давайте сейчас сразу вам покажу вот этот, естественно, парфюм Жасман Бурнер, это также парфюм из, по-моему, где у меня был, по-моему, вот те парфюмы, мой парфюмерный запой, да, и моя парфюмерная эйфория, тем, чем я сейчас пользуюсь. Конечно же, это Жасман Бурнер, это Жасмин, здесь заявлено, по-моему, 4, даже или 5 разных сортов Жасмина. Жасмин Грандифлорум, прежде всего, Жасмин Самбак Индийский, Египетский Жасмин, да, Грандифлорум, по-моему, Индийский, и, конечно же, ко всему добавляется Роза и Абрикосы. Прежде всего, это парфюм о, наверное, таком абрикосово-жасминовом рае. Для меня блаженство. Кто любит абрикосы, кто любит такие классические, мои дорогие, ароматы, присмотритесь к нему, потому что это очень вкусно, это очень игриво, очень кокетливо и именно мило. Вот вы знаете, сейчас я его сейчас обновлю, вчера только целый день упивалась опять им. Ну, вы знаете, да, сейчас сезон абрикосов, и поэтому вот этот парфюм и абрикосы, это просто мой какой-то кайф, да. Мне с ними так уютно, так весело, так молодо, так хорошо. Я помню, когда я снимала видео вот о парфюмах Герлин, оставлю вам ссылку, я помню, что вот этот парфюм, он сразу же, да, при первом затесте он влюбил меня, меня в себя в один момент. И мне сразу напомнился вот этот, вспомнился, да, фильм «Самая обаятельная и привлекательная», когда вот эта сцена, да, помните, главная героиня, она Ирина Муравьёва, да, её играла, и вот когда она всё бросает в конце, вот свой план по соблазнению главного героя, там Абдулов его играет, ей всё это надоедает, строить, да, из себя такую дамочку, да, которая привлекает к себе мужчин. Вот она всё бросает и бежит просто играть в теннис со своим напарником, с которым она уже играла давным-давно, и она понимает, что вот он, вот кайф, да, жизни, вот радость, да, быть самой собой, и вот эта её улыбка, она просто заряжает, естественно, вот этот Абдулов, и, по-моему, кто-то там ещё был с ним, да, был сейчас актёр, вот они бегут к ней и понимают, какая же она классная, да, ну, во всяком случае, они смотрят, и, не знаю, дальше история умалчивает, что было дальше, но вот этот момент прочувствования себя лёгкой, естественной и улыбающейся, да, вот этот парфюм, это об этом, мои дорогие, люблю его, просто очень сильно люблю, мне кажется, он такой довольно-таки недооценённый, где-то я читала, что его говорят, что это какой-то винтажный, лифу, противный, что-то такое, не знаю, это один из классных ароматов, которые вот за последнее время вообще мне встречались, да, на моём пути, это очень классно и очень игриво. Естественно же, ещё парфюм, смотрите, из моего прошлого видео, это Ex Nihilo on Red Elites, опять, смотрите, у нас по названиям, всё, Париж, Париж, да, вот, наверное, такой милый Париж, хотя он не всегда милый, кто знает Париж, я думаю, вы поймёте, что я имею в виду, но, смотрите по названиям, опять же, он у Red Elites, здесь у нас с Энжермен Депре и в Селин, да, и в Стефани Дебруин, кстати, у Стефани Дебруин очень классных, много есть ароматов, присмотритесь к ним, если у вас есть возможность. Он у Red Elites, ирисово, такая, наверное, цветочная, ирисово-пудрово, амбрето, наверное, добавлено, да, здесь какая-то пудра, но как будто всё это, такой миндаль при этом, да, посыпанный, вот как будто какая-то крошка миндальная, какой-то десерт. Мне всегда в этом парфюме, да, представляется, такая приятная, да, белая цветочность, при этом с ирисово-пудровостью, белая цветочность, конечно, здесь цветки апельсина заявлено, но мне всегда представляется, что-то белое, да, девушка или молодая женщина во что-то белое, одета, она бежит на встречу с подружкой, именно в Париже, именно они поедают какой-то такой маленький-маленький, да, десерт в французской кондитерской, даже, наверное, в парижской кондитерской, так мило беседуют, болтают, в нём приятная есть терпкость, да, вот при всей такой приятной, да, вот миндальности, ирисовости, такой пудровой ирисовости, в нём есть такая приятная какая-то, вы знаете, je ne sais quoi, да, вот, вы знаете, какая-то приятная мелочь, которую хочется разгадать, а что это такая такая приятная терпкость? Нравится он мне очень сильно, и мне нравится его современное звучание. Ещё один парфюм, естественно же, это Vepro Sicilien, сицилийская вечерня MDCI. Куда я без этого парфюма? Это просто шикарнейший, наверное, на мой вкус, шипрово-фруктовый аромат, очень богатая пирамида, раскрывается он цитрусовыми, с добавлением магнолии и ландышей, но затем это всё переходит в какую-то, вы знаете, такую фруктово-цветочную феерию, потому что здесь есть и асмантус, и персик, и слива, и это так всё вкусно, это, наверное, один из самых вкуснейших фруктовых ароматов, которые я знаю. Вот смотрите, я не помню точно, есть ли здесь абрикосы или нет, но здесь я угадываю какую-то абрикосовость определённую, определённую, да, вот, потому что в нём есть пересечение с Жасман Бумер по такому хорошему настроению, да, которое они создают, в данном случае для меня. Обновим тебя. Это, вы знаете, какие-то переспелые такие фрукты, сочные, вот, когда они уже такие все налитые, да, такое ощущение, как будто уже сейчас их кожура уже треснет, да, и вот этот сок польётся из них, вот в этом парфюме есть такое ощущение, но нет переслащенности, да, нет перегруженности, хотя очень большая пирамида, можно подумать, что он будет перегружен, но нет. Это очень классный, игривый, кокетливый, милый, очень-очень-очень милый аромат, очень улыбчивый, как будто всё солнце Италии, да, собрано в этом аромате, но при этом с культурным кодом, да, Италии, что это не просто какое-то, да, солнце, это вот я почему-то здесь ощущаю именно итальянскую жизнерадостность, и, наверное, вот это умение радоваться жизни, почему-то здесь я чувствую. Так, что у нас следующее? Ещё один итальянский, да, аромат, это, конечно же, Juicy Flower, я знаю, что этот парфюм, я не знаю, его практически, наверное, сейчас не найти, это Антонио Висконти, также я, помните, снимала видео о этих ароматах, я вам оставлю, так кто-то ко мне прилетел на Juicy Flower. Классный, мои дорогие парфюм, здесь больше угадывается определённая такая яблочность, также в сочетании с магнолией, много есть фруктов, фруктовость очень приятная, персиковость, кокосовость, но это вот тот редкий случай, где меня кокос не напрягает, это я не знаю, как Антонио Висконти удалось здесь вот так, так его мило куда-то вплести, да, что он просто придаёт приятную какую-то молочность, но совершенно меня не раздражающую, я не знаю, так жалко, что вот этого парфюма, мои дорогие, сейчас уже вот не найти, его с Gucci, с Gucci Rush, по-моему, его сравнивали, также его сравнивали с Clive Christian, так, сейчас мне не приходит в голову, но напомните то, что было похоже на Gucci, на Gucci Rush, мои дорогие, да, яблочко вкусненькое, да, приятная абрикосовость, есть, может быть, даже определенное какое-то есть, такое персиковое, яблочно-фруктовое желе, даже какая-то определенная желейность, желейность или вот эти конфетки, харибо, да, или которые, вот мармеладные конфетки, вот что-то ощущается от этих конфеток, с приятной такой, наверное, магнолево-жасминовой, лёгкой цветочностью класс, класс улыбку называет на вас во мне. Ещё парфюм, где есть яблочность, яблочность, смотрите, это вот этот парфюм Безе де Русси, Герлин, его, конечно же, сложно найти, но возможно, да, даже, по-моему, сейчас всё ещё возможно. Что я в нём хочу сказать? Этот парфюм, я никогда не ожидала, что парфюм, в котором есть нота карамели, сможет во мне вызвать такую вот именно милую улыбку, но здесь, опять же, яблоко есть, по-моему, зелёное яблоко заявлено, и вот, смотрите, по зелёному яблоку они пересекаются, да, вот эти два парфюма, сейчас я смотрю на улицу, какой-то ураган теперь поднимается, у нас сегодня неимоверная жара была, не знали, как все выжить, да, сейчас какой-то ураган. И вот этот Безе де Русси, мои дорогие, меня удивил, когда я его затестила, я поняла, что он мне необходим. Здесь есть в верхних нотах и абсент, и какие-то еловые, по-моему, то ли ель заявлено, то ли еловые иголки, или сосновые иголки, ну, наверное, хотели передать, да, вот это настроение России, богатой лесами, да, в которых растут сосны. Ну, по большому счёту, здесь парфюм о жасмине и клюкве, вот с этим приятным, вкусным яблочком, и с, наверное, в базе такая приятная, очень приятная ванильная, какая-то карамельная, может быть, сандалово-мускусная база, но совершенно не переслащенная, то есть в нём, да, есть сладость, но он совершенно не переслащенный, за счёт вот этой клюквки, он очень такой пикантный даже, на мой вкус, аромат, всегда себя вот так же, как и с бирж. Вот когда я пользуюсь этим ароматом, знаете, что у меня возникает ощущение? Вот я его на себя нанесу, и думаю, классный, классный, хороший аромат, и потом, когда я хожу, и думаю, ну что, почему у меня такое хорошее настроение, ну почему? А я смотрю, думаю, а, ну понятно, у меня вот этот базе Даруси на мне, да, и он вызывает такую даже детскую слегка улыбку, вот такой он классный, мои дорогие. Ещё один аромат, это Сана Жардан Бербер Блонд, обожаю, это была моя любовь с первого взгляда, очень сильно его люблю, он, в принципе, здесь парфюмер Карлос Бенаим, он заявлен как просто цветочный, но по большому счёту здесь он о нероле, да, очень каких-то просто неимоверно вычищенных, классных нероле, которые ни в коем случае не уходят в мыльность, на мне во всяком случае, они звучат именно, вот этот парфюм звучит именно такой неролевой цветочностью с добавлением цитрусов. Это такая милость, это как вот, как улыбка ангелочков, да, это, наверное, так же для меня, просто вот белый-белый-белый цвет, как и Muesque Treblanc, так же он очень сильно создаёт ощущение ухоженности, чистоты, молодости. Здесь есть, конечно же, Петит Грейн, и вот по тому, как нероле и Петит Грейн звучат, они очень похожи, вот эти два парфюма, Сен-Жермен де Преселин и Бербер Блонд Сана Жардан. Он не очень стойкий, но своей натуралистичностью, своей неперегруженностью, своей воздушностью, он меня подкупает, так же, как вот некоторые парфюмы Лартизан Парфюмон, так же, как парфюмы, так, как они называются, мои дорогие, которые, по-моему, Ваяши Мажинер, да, Ваяши Мажинер, как про чай, мой любимый парфюм оттуда. Классный. Ой, ну такой ураган поднялся. Конечно, я понимаю, что это будет неактуально, но всё равно, мои дорогие, напишите, какая у вас сейчас погода, вот когда, напишите, когда именно вы сейчас будете смотреть это видео, сравним, да, потому что я знаю, что меня смотрят люди совершенно из разных уголков мира, напишите мне, какая у вас погода на данный момент, когда вы будете смотреть. У меня вот сейчас поднялся ветер, ураган, я не знаю, такое ощущение, что сейчас все деревья снесёт. Вот так вот, как противоположность нашей теме видео о милых парфюмах. Смотрите, ещё один парфюмчик, конечно же, который я обязательно вам просто обязана, я считаю, рассказать, это роза Ивуардо Корон. У меня этот парфюм, наверное, ещё ни разу не появлялся в моих видео. Это парфюм о нежнейшей, белой, наверное, или нежно-нежно-розовой розочке в сочетании с ирисом, амбретой и перец. Заявлен белый перец, по-моему, чёрный перец, но не бойтесь, совершенно не бойтесь, да, вот такого заявления про перец, и вы можете подумать, да, какое несоответствие перец, причём, как он может быть милым, ну вот так вот, мои дорогие. Один из самых, просто милейших ароматов с нотой розы. Какая-то, наверное, такая кремово-розово, кремово-розно-бело-шёлковая феерия вот в этом парфюме. Это очень уютно, какой-то очень такой струящийся аромат, да, по коже. Когда я его на себя наношу, мне сразу ощущение, как будто я в красивом, наверное, белом пенюаре, и он просто вот струится, да, по моей коже, то, знаете, тот момент, когда вы себя ощущаете и милой, и очень, я не знаю, такой привлекательной, привлекательной вот с позиции спокойствия, да, не такая привлекательность, вот завлекающая, да, а привлекательность, когда вам так хорошо, вот вы себя чувствуете на 100%, на 100% сама собой, классная, очень, очень классная, такой уходово, приятный, милый аромат. И у нас с вами остается еще, сейчас я посмотрю, 4 парфюма, 5, 5, мои дорогие, потому что одно место я не смогла поделить, но они у меня поделят одно место, два парфюма. Смотрите, это же, конечно же, Орманд Джейн, Эрстеки, чей парфюм, о османтусе, чая, чай на, такой османтусовый аромат с добавлением розы и бензоина, вот бензоин, определенную сладость дает этому парфюму, но для меня, вот этот парфюм, это вот как красивый, вкуснейший, зеленый чай с добавлением, вот как будто в него добавили лепесточки розы, и вы сидите под османтусовым деревом, да, где-то в Азии и пьете, да, вот этот ваш вкуснейший чай, и вот это настроение, все, такого приятного, милого, наверное, сада, да, где вы находитесь, это вот момент созерцания и милой улыбки, обожаю его, все, я улыбаюсь, мои дорогие, я сразу улыбаюсь, мое сердце улыбается, когда я вдыхаю этот аромат, также у меня, кстати, есть поподробнее, наверное, оставлю ссылку о чайных ароматах, следующий парфюм, вот, из этой же серии, из этой же серии Герлен, Паризьен, для Паризьена, эта серия называлась, вот, как и Безе де Руси, Поцелуй России и Мон Просьон Нектар, это просто солнышко во флаконе, это улыбка во флаконе, это, да, то настроение, когда вы улыбаетесь беспричинно, вот, просто вам так хорошо, вот, такой этот аромат, он, о чем, да, какие здесь составляющие, понятно, жасмин, цветок апельсина, сандаловость, приятный, очень приятный здесь сандал, также есть ладан, и определенная медовость ощущается, вот, хотя здесь не заявлен мед, но я всегда ощущаю, именно такой светлый, приятный, какой-то белоцветочно-медовый аромат, струящийся, вот, как будто лучики солнца вас согревают, своей какой-то медовостью, вот, 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 такое красивое сочетание в нем есть, так же, как, кстати, в принципе, и в бишь, в бишь, настолько же красивая гармония, непереслащенного, такого светлого, светлого меда, нектарного, и здесь вот эта приятная нектарность ощущаю, может быть, здесь сладости побольше, он, про себя нектарно, эта сладость на меня, совершенно не давит, люблю его, как улыбка, приятная улыбка, и, что у нас еще с вами здесь, конечно же, это паулина, моя любимая паулиночка из Аранси, я не помню, сейчас снят он, не снят, когда-то он где-то появляется иногда, этот парфюм, фиалочка, вкуснейшая, да, на мой вкус фиалочка, потому что здесь есть и ланг-и-ланг, такой не ретровый, совершенно, а вот именно чувственный, очень чувственный ланг-и-ланг, и цветки хлопка, очень интересная, кстати, нота цветки хлопка, она есть, помните, в моем любимом парфюме из Прада, Аншан Д'Амур, очень его люблю, так же он продает, вот эти, вот эта нота, да, цветки хлопка, она продает определенную, какую-то вычищенность, ухоженность, наверное, вот ощущение мягкости, да, вот как хлопок сам, он мягкий, изделия из хлопка, они очень комфортны, да, для тела мягкие, и вот в этом парфюме это есть, но это милый и кокетливый аромат, обожаю просто этот аромат, такой помадной фиалочке, помадная фиалочка с добавлением, наверное, по-моему, здесь есть апельсин, и вот он придает определенную, наверное, живость вот этой помадной фиалочке, живость, может быть, какой-то даже подвижность, сочность, обожаю его, на этот парфюм всегда, кстати, получаю комплименты, потому что это мой не первый флакончик, и в этом парфюме очень часто меня останавливают, и говорят, ой, как классно, да, как классно, от вас пахнет, что это, а я не хочу, вы знаете, вот, кстати, бывает у вас такое, вот вас спрашивают, вам нравится ваш аромат, а вам не хочется рассказывать, вот у меня так недавно было, сабеж, меня спросили, да, что это такое, да, а я про себя, вот, минуту-две думала, вот я не буду говорить, а потом думаю, ладно, все равно скажу, скажу, да, надо сказать людям, пусть радуются, ну, вот сказала, и вот с этим парфюмом с Паулиной, вот еще просто давно было, я думаю, ну, не хочу говорить, иногда бывает, да, вот напишите, бывает у вас такое, что хочется вот этот парфюм оставить только для себя, и последний, нет, не последний, предпоследний аромат, смотрите, это, конечно же, Комета, Комета Шанель, вызывает вот эту именно милую улыбку, и то, что этот парфюм реально милый, он о ирисе, цветках вишни, потому что, определенно, здесь есть даже миндальность, да, вот через, наверное, эти цветки вишни, Господи, мои дорогие, такое, такая приятнейшая, наверное, миндально-вишневая, ирисовая пудрочка со свежестью белого москуса и альдегидов, люблю его очень сильно, стойкость, кстати, на нем, вот смотрите, в жару он пропадает реально быстрее, сегодня была жара, я его наносила, он реально быстрее пропадает, но, вот когда у нас не было жары, на нем очень, у него была очень хорошая стойкость, наверное, может быть, даже часов 5, я его угадывала на себя, с одежды, вообще он остается, да, на одежде хорошо, люблю, да, люблю я, вот почему я его, кстати, приобрела, помните, в моем видео распаковку, почему я его приобрела, потому что он по мне вызвал, вот это ощущение, милого, милой радости, вот за это я его купила, и мне нравится, вот все-таки люблю я парфюмы Шанель, мои дорогие, за их уравновешенность, за их выверенность, и смотрите, еще последний парфюм, да, вот который, наверное, вот этот парфюм, он будет делить место с, с Паулиной, потому что я не смогла, их разделить, не знала, как его выбрать, это Бентли, Рейтинт Асмантус, парфюм, также, с определенной, наверное, абрикосовостью, за счет Асмантуса, потому что в самом названии, конечно же, есть Асмантус, Асмантус в сочетании с, жасмином и очень вкусным персиком, но все это звучит очень игриво, по-настоящему, так по-дивически, кокетливо, немножечко леденцово, да, как будто такие, наверное, какие-то бывают, когда леденцы со вкусом абрикоса, опять какие-то леденцы, бон пари, вот мне напоминает этот парфюм, классный, мне нравится здесь очень сильно Асмантус, вот так, мои дорогие, это были парфюмы мои, да, самые милые, вот, это моя прелесть, вот этот парфюм мне создает всегда ощущение того, что я могу работать, понимаете, я собрана, хотя у меня сейчас уже вечер, да, такой поздний вечер, но вот этот парфюм, он дает силы и ощущение того, что вы все сможете, вот так, мои дорогие, пишите мне ваши самые, ваши, наверное, 5 самых милых парфюмов, да, потому что вот давайте определимся, милую для нас будет парфюм, когда мы его наносим, и у нас сразу беспричинная улыбка появляется, да, на лице, и мы сразу просто мило улыбаемся, напишите мне о них, мне будет очень интересно, на сегодня все, всем пока!